Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня политический и экономический эксперт, аналитик и, как утверждают многие из вас, отец украинской демократии Олег Соскин. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, напоминаю, те, кто еще не подписан на Политеку, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Ну и, конечно же, на YouTube-ресурсы Олега Соскина также прошу подписаться. Олег Игоревич, я думаю, что вы согласитесь с тем, что время спрессовывается в пружины и очень много событий сливаются в одно. Ну а наша с вами задача все анализировать, объяснять и предупреждать. Наш сегодняшний эфир я хочу начать с обсуждения интервью президента Украины Владимира Зеленского для BBC, в котором он, по сути, допустил, что все территории Украины по итогам войны вернуть силы не удастся. Оказывая давление на Россию, говорит Зеленский, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь. И также Зеленский добавил, что ослабление России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров. И Зеленский также заявил, что не уйдет с поста президента не раньше, чем закончится российско-украинская война. По поводу слов Зеленского о том, что можно договориться о дипломатическом урегулировании. Давайте сразу объясним нашим зрителям и слушателям, о чем идет речь. Пожалуйста. Как он договориться? Это невозможно. Зеленский никак не может договориться. Он нелегитимный. Он может что угодно говорить. Он может встречаться с королями, с Карлами Третьим, Филиппом Первым, Филиппом Шестым. Может встречаться, обниматься с датской премьеркой, со всеми с кем угодно. Но есть Конституция Украины, где четко написано, что пять лет его завершилось официально по всем правилам 20 мая 1924 года. Все. Поэтому, исходя из того, что он говорит, что военным путем нельзя это сделать, это понятно, что невозможно. Потому что как это можно сделать, если нечего? Трагедия Крынок это уже показала. Больше тысячи ста украинских парней ни за что там погибло. Причем внуках погибли. Интересно, Зеленский, Елена Зеленская, они как там по ночам? Папа Зеленский, мама Зеленского нормально спят, ходя из этого? Содоли этот, это что он там, морской пехотинец? Ну, залужный. Четко же написала Марьяна, говорит, за урожайное, да? А перед этим она за крынки же писала. То есть Зеленскому надо будет тогда... Он даже не понимает, что он говорит. Он думает, что он артист, он думает, что он новую роль будет играть. Теперь будет дипломатия, дипломатия будет вместо типа кровавой бойни. Да, и эта новая пьеса начинается. Но надо ответить за старую пьесу, за эту трагедию, которая произошла за два с половиной года смертей и страданий и разрушений. Поэтому несет ответственность и вину за это Зеленский, Слуги народа, Ермак, Шмигарь, Степанчук, Умеров, Резняков и, конечно, залужный, Сирский. Они все в этом виноваты. Депутаты, которые ввели военное положение, которые не пошли на переговоры, чтобы не было 24 февраля 2022 года. Как это сделал тот же Казахстан Такаев сумел выкрутиться, как это сделал Пашинян в Армении, как это в Грузии сделали эти ребята. Как это сделали тот же в этом Туркменистане и в Узбекистане. А в Украине получилось наоборот. В парламентской президентской республике Зеленский вдруг решил сам, по сути, спровоцировать людоеда-медведя на кровопролитие. Вместо того, чтобы, как все остальные, уйти из-под удара. Ну так надо же за это раньше ответить. А потом уже рассказывать, куда он уйдет или не уйдет. Олег Игорьевич, скажите, пожалуйста, а как можно было уйти из-под удара? Так его же предупредили все. И Путин прямым текстом предупредил. Есть интервью того же, как говорится, крестного отца Зеленского, Маслюкова, который его нашел и вытащил, и стал его туда продвигать в КВН. И потом ему пост редактора предлагал. Но он должен был просто отказаться от этих всех своих других и работать уже в КВН у этого Маслюкова. И Маслюкова там четко все описывает в комсомольской правде, что это безумие было. То есть Зеленскому все говорили. А что Зеленский сказал? Ничего странного, ничего не будет. Жарьте шашлыки, да? Ну так за это же надо тогда ответить. В парламентской президентской республике надо было созвать чрезвычайную сессию Верховного Совета и обсуждать данный вопрос, что Украине грозит нападение со стороны Российской Федерации. Есть ультиматум. И мы должны решать с вами, народные депутаты, правительство. Идем на войну или не идем? Вот как надо было действовать. Поэтому тут все было известно. Его предупредил, его Камала Харрис предупредила в Мюнхене на конференции. Абсолютно все было известно. Поэтому то, что случилось, это действие Зеленского. А за апрель кто ответит, когда было парафировано соглашение? Кто ответит за то, что оно не было реализовано? Оно же было подписано уже. Стамбульское соглашение. Стамбульское соглашение. Апрель 22-го года. То есть все бы нам вернули. Единственное, это была территория Крыма, про которую отдельно надо было говорить. Вот тогда надо было дипломатией заниматься. А не сейчас, потеряв сотни тысяч убитых и раненых украинцев. Только за Крымки надо кому-то же отвечать будет. За такие вещи вообще вешают, честно говоря. Олег Георгиевич, но сейчас Зеленский говорит о том, что к ноябрю нужен план. До появления этого плана должны состояться встречи в Турции, в Катаре, в Канаде. Нужен второй саммит мира. Что представители России должны присутствовать на этом саммите мира. А как же формула Зеленского? Это уже не план. Кто должен писать этот план, о котором говорит президент Украины? Каким должно быть его содержание? О чем идет речь? Ну, уже четко заявил Лавров или кто там с российской стороны, что они не будут ни на какие пожелания и действия инициативы Зеленского соглашаться. Заместитель Лаврова сказал, да, нам было неинтересно то, что там проходило в Бюргенштоке, нам неинтересен и грядущий саммит. Да, и, по-моему, Лавров тоже подтвердил, что они не будут по его формуле собираться и с его инициативой. То есть они четко предлагают, и эта инициатива известна, это поездка Орбана. Там четко все расписано, как это надо делать. Орбан же не ссывался на то, что он представляет ЕС. Орбан проявил просто инициативу, как премьер-министр Венгрии. Вот и все. И он это сделал. И потом он все это изложил руководству Европейского Союза и странам. И был подвергнут абсолютно необоснованной обструкции и агрессивной критики со стороны опять ставшей головой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн. С истерическим бойкотом встреч в Будапеште и полного нарушения всего устава и законоположения Европейского Союза. Поэтому четко там прописано все, что надо делать, куда надо что брать. Есть совокупная инициатива. Это совместные предложения Китая и Бразилии. И, в принципе, там же есть элементы еще Южной Африки. Есть элементы Индонезии. Вот это все предлагается соединить. Взять элементы те, что были на Лозаннском озере. Вот все вместе. И создать единую координационную группу. Плюс у Папы Римского есть предложение. Создать эту единую группу. И почему, причем тут какой-то катар. Это вообще... Что там собираться? Там ничего хорошего быть не может. Мы видим... Вопросы энергетики там собираются обсудить в Катаре. А что же там обсуждать в Катаре вопросы энергетики? Какие? В логовище фашистской исламской матки, которая финансировала и создавала Хамас и Хизбалу. И братьев мусульманы сегодня там, по сути, контролируют Катар. Что же там можно сделать такого интересного в Катаре? Причем тут Катар к европейским странам. Тем более к славянско-православным христианским странам. Это вообще какое-то безумие. Вопросы мореплавания и обеспечения продовольственной безопасности будут обсуждаться в Турции. И в сентябре в Канаде состоится последняя встреча, на которой обсудят обмен пленными и возвращение депортированных, в том числе детей. Ну так, а кто там будет собираться? Там же Россия четко заявила, что она туда нигде принимать участие не будет. И зачем аж в Канаду переться? Европейские вопросы надо решать. Это же в Европе. Вот есть Братислава, есть Будапешт. Ну так в чем проблема? Ну интересная подборка стран. Катар, Канада, Турция. Ну с Турцией все понятно, да. Ну Турция тоже там, как бы, видишь, там неудача была по вот этому турецкому саммиту. То есть все было, а получилась неудача. Зачем же заниматься в неудачном месте, что-то пробовать новое, если там закончилась все неудача. Самое лучшее для нас, это понятно и близко, Будапешт и Братислава. В крайнем случае может быть Болгария, еще третья София. Отлично, пусть Канада даст деньги. Хочет Катар, даст деньги на проведение. Пусть даст денег на проведение. То есть это какие-то совершенно безумные инициативы, показывающие, что есть какая-то очень сложная подоплека. Вполне возможно, что Зеленский, Ермак, Умеров, они связаны с какими-то исламскими силами, закрытыми, поэтому их вот так все время тянет на эти исламские какие-то пастбища. Это неправильно. Они тут ни при чем к нам. Это только для нас вредоносный элемент. Учитывая то, что исламский мир втянут сегодня в кровавейшую войну, столкновение с Израилем. И сейчас Израиль, как известно, приняло большинство КНЕСЭТа. И в 120-68 поддержало эту резолюцию о том, что Израиль выступает против создания палестинского государства. Все. А Зеленский выступил за палестинское государство. Поэтому какой может быть Катар, когда произошел такой просто уже открытый раскол? Зачем нам лезть туда, в эти страны? Для чего? На чьей стороне? Израиль, Акатара или кого? Или Амана, или кого? Нам что, своих проблем мало, да? Именно. Вот именно. А тем более неизвестно, что теперь после этого резолюции дальше будет. Тем более министр безопасности Израиля, лидер правой партии, дал интервью на Храмовой горе по поводу того, что надо эту войну все равно вести. И пожелал, чтобы у Натаньяху была сила, и воля, и все остальное. Там очень жестко сделано заявление. Прямо напротив, там две трети по значимости для суннитов святыни. Это вот эта Аль-Акса, мечеть, и какой-то там еще купол воды, или как-то он называется. Вот он напротив этого купола дал это интервью. Поэтому это, как известно, на этой горе стоял и Иерусалимский храм, первый и второй. Вот. Осталась только стена, плачешь от него. Поэтому это такие символические вещи, что уж Украине еще туда влезть со своей этой бойней с Российской Федерацией, еще этого не хватало. Чтобы расширить, смешать этот какой-то, коктейль сделать кого? Ну, я уже даже не знаю, кого это. Джугашвили, Шикельгрубера будет коктейль. Олег Игоревич, когда мы говорим о дальнейших сценариях развития событий, вы упомянули Виктора Орбана, премьера Венгрии. Он сказал следующее. По общему мнению, в ближайшем будущем интенсивность военного конфликта радикально возрастет. В ходе моих переговоров с президентом Трампом, говорит Орбан, я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его кампании, в которой доминируют внутренние политические вопросы. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, говорит Орбан, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира. В пятницу рано утром CNN торжественно сообщила о том, что 19 июля запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. И это, кстати, будет первый разговор между ними после того, как Трамп покинул Белый дом. Как вы думаете, кто инициировал этот телефонный разговор? Тем для обсуждений. Масса. Но о чем они все же могут говорить между собой, Зеленский и Трамп? Ну, надо, чтобы он еще состоялся, правильно? Этот звонок. Это первое. Второе. Смотри. Когда появилась эта информация, после того, как Зеленский прилетел в Туманный Альбион, в Соединенное Королевство. Он его почему-то все время, ну, Зеленский умеет реверансы эти делать. Знаешь, что есть такая басня, она называется «Лев пьяных не любил, но обожал подхалимаш». Когда пьяный заяц там начал кричать там на льва и так далее. И потом, когда заяц понял, что лев его сожил, он быстро поменял риторику и стал его очень хвалить, уважать и прочее, делать комплименты. И льву это очень понравилось. Так вот, смотри, что мы видим. Кто встретился, получается, в начале недели на съезде? Во вторник, наверное. С Трампом. Кто? Борис Джонсон. Да. Это был вторник, правильно? Вот. И что написал Джонсон? Джонсон. Он говорил, что они обсуждали тему Украины. Правильно? И что Трамп ему сказал, что он за демократию, за... В общем, сказал, написал абсолютно другое. Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он, то есть Трамп, будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии. Но это же абсолютно не соответствует позиции Трампа. И тем более Венса. Правильно? То есть, Боря Джонсон излагает или открытую ложь, или что-то произошло с Трампом после покушения. И он поменял какие-то свои краеугольные камни по отношению к этому столкновению геноцидно-террористическому России и Украины. Потому что никогда Трамп такое не заявлял. Вообще никогда. Единственное, он завсегда заявлял, что Зеленский это непревзойденный человек-продаж политический, которого не было в истории еще. Торговцем он его, кажется, называл, а Зеленский в одном из своих интервью сказал, что кое-кто является лузером или будет лузером, если не поддержит Украину? Нет, он сказал, что Трамп будет лузером. Он сказал, если Трампа изберут, то он будет президентом лузером. Он не говорил кое-кто. Он четко заявил. И то есть мы имеем более того, именно Зеленского действия его команды привели к тому, что Трамп не смог отстоять свою победу над Байденом. Тогда именно Зеленский фактически его действия привели, когда приезжал по поручению Трампа бывший мэр Нью-Йорка. Джулиани, да? Джулиани, да. И передавал, как они видят сотрудничество, чтобы Зеленский показал и раскрыл правду про действия сына Байдена и про Байдена. Зеленский тогда встал на сторону Байдена и отказался это делать. И действия Зеленского привели тогда к импичментам, попыткам Трампа со стороны Пелоси и Демпартии. Поэтому Зеленский сыграл роковую роль в том, как был убран Трамп и почему он не смог победить, доказать свою победу. поэтому после этого вести с Зеленским какие-то телефонные разговоры, это просто, как говорится... То есть, Олег Георгиевич, вы хотите сказать, что это не тот случай, когда можно начать с чистого листа? Ну, это все равно, что, как кто-то говорил, пиво без водки и деньги на ветер. Понимаешь? Поэтому о чем он будет с ним говорить? Особенно после покушения. Я так и не услышал, были ли найдены все пули и гильзы, которые там были отстреляны. Говорилось о том, что был третий, третий, как его назвать, третий вид оружия, первой пули. Так вот, очень интересно, гильза от той пули, которая попала в ухо Трампа. Пуля найдена и гильза. Гильза это лежала возле этого стрелка или не лежала? Вот этого сколько всякой бредятины вот за это время я наслушался, надо было проанализировать, сколько всяких этих шлепогубов шлеперов повыступала, кошелок. А реальные вещи никто не говорит. Иран приписали, еще какие-то козлы. Даже украинский след приписали. Ну почему? Это как раз его не надо приписывать, его надо поискать. Понимаешь? Если взять все события, которые происходили, это попытка убийства Дугина и уничтожения его дочери, потом это убийство Моторолы, Гиви, убийство очень-очень многих-многих, интервью Буданова про покушение неудавшееся на Путина. Ответ Марии Захаровой, что Америка там финансировала, вот денежки были, доллары пахли. Ну не Америка, а тогда надо про Байдена говорить, про ЦРУ, про Бернса, про Ми-6, понимаешь, про Карла Третьего. То есть очень много вопросов возникает. И в связи с этим, то, что мы с тобой обсуждаем про этот звонок, понимаешь, что Трамп, ну хорошо, звонок может быть, потому что Карл, во-первых, Джонсона попросили, чтобы он переговорил с Трампом. Я так понимаю, что Джонсон ничего не достиг. И тогда, я понимаю, так попросили Карла Третьего, чтобы он позвонил, вышли люди его на Трампа и организовать этот разговор с Зеленским. То есть Карл Третий возможно выступил в качестве посредника, учитывая ту информацию, что якобы Карл Третий, кстати, написал письмо в поддержку Трампа после покушения. Это единственная фигура, которая может попросить Трампа о том, чтобы он откликнулся на звонок Зеленского, который играет роковую негативную роль для Трампа, его семьи, республиканской партии и всего его окружения. О чем будут говорить? Говорить будет Зеленский. Давай еще одну вещь вспомним. Почему-то в украинской прессе мало про это говорят. Письмо Медведчука Виктора, которого Зеленский с Ермаком поменяли на Азовцев и других. И в этом письме там четко описана суть Зеленского и его роль. И говорится о том, что по сути Зеленским вообще там нечего дела иметь. Понимаешь? То есть там полностью данна первичная характеристика Зеленского. Ну и по сути это же как бы так, исходя из письма, овертюра для передачи Андреем Дыркачем всех файлов кому? Венсу. Потому что главным теперь ну как бы забойщиком по Украине должен быть лидер людей ржавого пояса Соединенных Штатов в Америке морской пехотинец это венчурный капиталист это именно вот Венс который имеет очень жесткую позицию по Зеленскому и по Украине и говорит что вся верхушка полностью режима коррумпирована и деньги крадутся в огромных объемах американских налогоплательщиков. Мы деньги платим мы деньги выделяем а где собственно результаты где стратегия Соединенных Штатов Америки относительно Российско-Украинской войны и да кстати по поводу стратегии обещали же и Пентагон и Госдеп что в течение 45 дней после принятия пакета помощи на длительный период и появится эта стратегия она будет объявлена возможно она где-то и есть под грифом совершенно секретно но внятных комментариев по этому поводу от представителей Госдепа и Пентагона мы так и не услышали а 45 дней они уже прошли давно ну правильно отчего же смотри что еще а Васька слушает да ест понимаешь аж за ушами хрустит смотри еще важный момент если ты смотрел когда Трамп появился на съезде кто стоял рядом с ним мимо шел он кого на Дакера Карлсона правильно Карлсон потом вот этот какой-то афроамериканец не знаю кто он такой вот Карлсон стоял справа через вот этого афроамериканца а афроамериканец он какой-то он занимает роль у них в национальном комитете партии я так понимаю а слева от него стоял первым стоял этот самый Вэнс а следующим стоял Миша как там Джонсон да Майкл Джонсон Майкл Джонсон да тот который спикер палаты представителей предатель которого назвал Тейлор Грин потому что если ведь что сделал и смотри Трамп очень прохладно очень так отчужденно с этим Джонсоном здоровался вообще так как бы ну как бы что надо здороваться потому что у него есть статус-кво но исходя из того как Трамп себя обычно ведет с разными людьми четко видно что Майкл Джонсон для него неприятен он не относился к нему как к человеку которому можно доверять потому что это предатель оборотень он предал республиканскую партию он тогда протащил этот пакет в суперечь республиканской партии правому крылу трамповскому крылу благодаря которым и стало возможно выдвижение сейчас Трампа на этот пост мы с вами говорили о том что Майкл Джонсон в воздухе переобулся да ну еще как переобулся и переоделся еще и трусы сменил понимаешь у него видно трусы теперь символикой демпартии а не республиканской то есть если бы тогда он не соединился с демократами с врагами Трампа и республиканской партии то никаких бы пакета не было и уже было бы как Боррель говорил было бы уже перемирие и было бы уже прекращение огня отмена военного положения то есть это был бы февраль 24-го года и мы бы уже переизбрали бы президента мы бы жили в условиях мирного времени не было бы ни крынок убийства наших ребят и прочих разрушения городов и всего остального этого бы всего уже не было уже было бы другое правительство уже бы работали аэропорты не было бы закона про могилизацию не ловили бы мужчин не было бы банкротства страны девальвации гривни уже было бы убрали бы уже этого главу нацбанка друга Яценюка уже бы расследовали бы деятельность по бюджету выделенных денег на стену когда Яценюк был премьером и документы контрольной палаты многие вещи были уже бы по-другому именно линия и действия Майкла Джекс Джонсона привели вот к таким результатам поэтому я думаю что тут как бы теперь понятно Вэнс встанет пойдет по пути предателя ренегата как это сделал Майкл Джонсон и его попередник который помнишь сам ушел который тоже предал республиканскую партию и пошел на одобрение бюджета мы уже его фамилию не помним и потом он сразу ушел у него хоть совести хватило сразу уйти с этого конгресса нижней палаты сдать полномочия в отличие от Майка Дженсона который говорит что он прямо там голос ему какой-то у них у всех голоса с ними говорят то с этим говорит они как эти самые под воздействием может они еще и столики крутят вот это вызывают кого-то как было модно в начале 20 века всякими там потусторонними силами разговаривать понимаешь как там было в собачьем сердце вызываем дух Петра Первого Петр Первый скажи долго ли у власти продержатся большевики да ты понимаешь вот то есть мы видим что объективных условий для того чтобы Трамп поменял позицию свою по отношению к Зеленскому к его руководству окружению и тем более Вэнс мы на сегодняшний день не видим если Трамп вдруг будет с ним говорить то он опять тогда Вэнса вставляет по полной программе так же уже было когда Майк Джонсон пошел с Трампом говорить про деньги на оружие для Украины но Вэнс тоже не пальцем деланный парень непростой согласитесь я думаю что об этом говорили американские аналитики что как ни крути учитывая то как заканчивалось президентство Трампа все же он обжегся с предыдущим вице-президентом Майком Пенсом и сейчас выбирая кандидатуру на должность вице-президента ну и все-таки опыта политического сам Трамп набрался он более тщательно и взвешенно подходил к кандидатуре вице-президент от республиканской партии и как раз вот выборы его пал именно на Вэнса был Пенс теперь Вэнс да но Вэнс имеет очень четко прочерченные линии своего поведения если он сейчас начнет менять свои взгляды и свои постулаты то есть ему и так пришлось публично извиняться перед Трампом как он его обзывал там Шекельгрубером и прочими всякими там словами очень непотребными кстати грубыми то если сейчас он поменяет свою политическую ну там как бы личное было да потому что по взглядам они одинаковы были с Трампом если он сейчас начнет менять свою политическую доктрину тем более по Украине и по Зеленскому ну тогда он просто является обыкновенной политической шлайбенью это называется проституция причем такая знаешь даже не валютная линия женщин с слабой социальной ответственностью песня есть Рамфака а это такие знаешь пришмандовки на вокзале за бутылку портвейна вот если это произойдет ну тогда это уже полный облом тогда Зеленский значит уже руководит всем миром и вставляет всех по полной программе Олег Игоревич а тут еще Нью-Йорк Таймс нам сообщает что Байден таки начинает склоняться к выходу из предвыборной гонки решение пока не принято но не будет сюрпризом если Байден вскоре сделает заявление об одобрении вице-президента Камалы Харрис в качестве своей замены на президента повлияли три события обращение Нэнси Пелоси новые опросы и бойкот ключевых спонсоров партии советники действующего американского президента уже обсуждают наилучшее время и другие детали для объявления сам он пока находится на самоизоляции в своем загородном доме в штате Делавер мы помним что в белом доме сообщили о том что Байден болен в третий раз он заболел коронавирусом тут играет ключевую роль видимо он все-таки откажется в пользу Камалы Харрис они когда начали сейчас проводить опросы им такое уже было знаешь они думают ну ладно хочет Байден идти пусть идет не страшно но роковую роль сыграл это покушение если бы оно было удачным то конечно тогда бы Байден как ракета стал бы президентом однозначно никто бы не смог ему противостоять если бы там эта пуля чуть-чуть бы сместилась в другую сторону буквально там на несколько миллиметров не было бы уже Трампа и было бы как в этом мультфильме где там эта семья этих стоит как они называются да которые там все предсказано там написано они стоят возле обелиска мультфильм Симпсоны Симпсоны да так точно Симпсоны они стоят возле обелиска где написаны фамилия Трамп и его годы жизни и там год смерти 2024 год стоит понимаешь это обалдеть конечно можно так вот смотри а тогда ну и этот же Такер тоже говорил кстати учитывая где стоял Такер и его линию и позицию и Луна Маска выступление то чтобы Трамп поменял свое и Венс и все остальные и Тейлор и Спарт Спарт да наша Черниговчанка то есть чтобы он поменял свою позицию по Украине ну тогда надо предать всех понимаешь лучше всего если так хочется Зеленскому поговорить Трамп должен сказать что парень вот тут возле меня находится мой вице-президент Венс вот ты с ним и поговори по этой тематике а я занимаюсь сейчас у меня очень много внутренних вопросов которыми я должен заниматься а с Венсом ты как раз и пообщаешься и он тебе расскажет хуй из хуй и кто есть хуй вот и где Кузькина мать ночует и в каком туфле сидит у Хрущева поэтому я полагаю что это было бы если в самом деле Карл Третий просил лично этого самого Трампа чтобы тот откликнулся на звонок Зеленского то может тогда Трамп сделать такую вот как бы сальто-мортали и посидеть посмотреть как Венс будет Зеленского как говорится нарезать в разных плоскостях теперь смотри то что ты сказал получается следующее что как бы как ну все еще разочек там уточним давай что мы говорили что по сути Байдена вот смотри получается что это неудачное покушение на убийство Трампа там некоторые дегенераты долбодятлы говорят что типа он это сам на себя сделал а что это была инсценировка надо этих дятлов поставить и чтобы кто-то по ним из этой винтовки со 150 метров паренек 20 лет которого когда он стрелял сказали что он к этому не способен надо чтобы такой кто-то пострелял и мы бы посмотрели тогда проверили бы их бы содержание их трусов после таких выстрелов если бы конечно вообще бы у них бы жизнь осталась поэтому просто языки шлепнутые у народа и мозгов нету так вот после этого покушения рептилоиды гамадрилы даже на рептилоидов нет это самое это как знаешь даже не гамадрилы а вот эти есть еще павианы вот это натуральные павианы так вот смотри что получается что неудавшееся покушение и съезд республиканцев и Венс как таковой Венс конечно поломал полностью всю модель вот этим кланам стоящим вокруг и Байдена и обамовский клан и Клинтонов и ну всех 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 и теперь они объяснили Байдену что ситуация ну и Чак Шумер же с ним говорил это вообще колоссальная скала огромная которая Сенат держит понимаешь плюс даже тот который Мишу Джонсонов говорил лидер меньшинства в Нижней Палате демократов фамилия такая что его и не запомнишь сразу так вот смотри что произошло они просчитали уже им уже доложили что пошел принцип домино пошел распад на всю демократическую партию и это уже просто не связано будет выдвижением и борьба не просто Байдена а это будет полный крах демпартии а там избирается если не ошибаюсь треть сенаторов и избираются все там больше четырех сот Нижней Палаты Конгресса представителей ну да и бытует мнение что если с Белым Домом все понятно то давайте хотя бы мы спасем Сенат что-нибудь да спасем сохраним свое лицо говорят демократы они же они уже все просчитали что они теряют Нижнюю Палату полностью и Сенат и что им тогда делать то есть что Трамп и республиканцы захватят все позиции высшем эстеблишменте управления на четыре года ну чуть меньше там Соединенных Штатов Америки то есть это они поняли что их всех ждет и поэтому они ему прямо об этом сказали и пришли к выводу что будут раскручивать КАМАУ и но тогда они будут выводить на вице-президента у них видимо уже есть кто-то очень сильный Мишель Абаму две женщины президент Камала Харрис вице-президент Мишель Абаму это невозможно это должен быть кто-то очень белый и это должен быть мужчина это должен быть очень жесткий мужчина который будет гасить Венса а Камала она загасит Трампа Камала загасит с ней поработают все и она слабое место Трампа это такие женщины он ведь проиграл суд присяжных полностью кому женщине которая сказала что он ее так сказать и в хвост и в гриву да все все поняли понимаешь поэтому у Трампа женщины это слабое место они уже все просчитали она его будет бить и слева и справа и спереди и сзади и для Трампа Камала очень плохой так сказать противник но Олег Игоревич давайте мы все же дождемся вот этого окончательного решения Бардена снимется не снимется будет до конца или все же сойдет с дистанции тут паблики СМИ передают достаточно ну такую срочную я бы сказал бы я думаю что важную новость есть сообщения даже какие-то определенные свидетельства что в России на ростовской АЭС произошла катастрофа произошел выброс радиоактивных веществ и облако движется в сторону Саратова есть также информация что радиоактивный фон в Ростове превысил норму в 75 раз но российское правительство тщательно это скрывает вполне возможно ну ты же знаешь мы с тобой и у себя на канале и с Шелестом кстати Шелест пропал говорят в отпуск срочно ушел ну так хорошо не пропал ушел человек в отпуск все нормально Саша он в отпуске камень в воду ушел да и все неизвестно где так с каналами не поступают тогда дублер должен быть ну в телеграм-канале он оповестил что уходит в отпуск предупредил что с ним все в порядке с ним все хорошо ухожу в отпуск написал Саша да это мы знаем когда человеку там представляют дуло и говорят скажи что ты ушел в отпуск это мы знаем это называется это пытка устранения так каналы они не делают это если ушел в отпуск то канала не будет через месяц или две недели это я по себе знаю понимаешь поэтому это просто расправа просто это хитрая расправа зеленого тумана эти номера это уже у Зеленского Ермака не пройдут такие номера это они зря так думают ну что человек не может взять и уйти в отпуск ладно давайте не будем продолжать эту тему это я просто чтобы тебе тоже не сказали что тебе надо в отпуск уйти понимаешь и всей политики это я я проходил эти вещи и знаю всю эту уже я уже столько уродов на этом главном кресле в этой стране видел и про стольких читал козлов которые были до них и в других местах все козлы ведут себя одинаково понимаешь все козлы одинаково они хотят жрать капусту и гадить под себя вот это их два главных качества и всегда от них жрать капусту и извините срать капусту так вот Ростовская АЭС Олег Григорьевич да смотри Медведев же и Караганов просили они все время просили чтобы что-то произошло ядерное правильно все время сейчас Медведев выступил заслался блин на законодательство Вавилона Вавилона и еще каких-то очень древних государств что по этому законодательству Путин и Московия имеют право нанести ядерный удар это кто ему такую спаргалку подсунул Сурков не я думаю просто видно какая-то новая порция этого партия пришла но с Италии видно постаралась это как ее которая все время глаза закатывает премьер-министр Италии Мелония да Мелония правильно там Пелоси там Мелония там Байден там Шнайдер везде наши люди Венс Венс наши люди всюди Олег Игоревич наши люди всюди так вот Ростовская АЭС Говорят так не кличьте лихо бо оно до вас самое прийде не надо звать волка из леса он сам придет то есть когда они все время вякали про ядерные удары про то что они сделают возмездие разместят ракеты то они нельзя в наше время будоражить в информационном энергетическом ментальном пространстве эти тяжелые темы потому что оно и так уже висит и так Запорожская атомная станция по сути находится в подвешенном состоянии там еще были сообщения по Южноукраинской АЭС да да там вообще это ж очень опасно и оно ж все рядом это ж все недалеко от Ростова плюс-то даже они эти болваны путинские захватили благодаря этому двумя со справками агенту КГБ по кличке Валет Лукашенко они захватили Чернобыльскую станцию ты ж помнишь что там творилось потом же эти люди все они же все я так понимаю что они все окочурились от радиации потому что они же там окопырыли в этом лесу рыжем где радиации там просто немеряно понимаешь там ушло в небытие очень много людей которые туда зашли тогда путинская это ж одной из причин почему они тогда бежали оттуда понимаешь и они же тогда и славуту бросили потому что там же тоже радиация там же надо еще жить в этом городе там же не так просто это уже там как бы новая порода людей образовалась и я так скажу тебе что там же уже было по ростовской станции несколько дней назад когда вышел из строя генератор на блоке тысячники в результате того что украинцы попали в какую-то станцию Ростов 500 или какая-то там и прошел она остановилась какой-то перепад этой самой и там началось я полагаю что если это все сейчас правда то по сути видимо вот этот блок который уже и так отключился тогда помнишь вот сейчас была же авария пропал свет он видимо выходит из строя в результате вот этих всех форс-мажорных обстоятельств разрушения генератора видно там произошло не только разрушение генератора произошли какие-то еще необратимые последствия но по мотивам 1986 года мы наверное все правда не узнаем ну мы потом узнали кто хотел как это происходило понимаешь но там будет хуже если там может начаться распад ой мамородная всей системы жизнедеятельности данного реактора то есть там все взаимосвязано если там начало выходить оборудование из строя то оно начало то есть реактор просто начал распадаться там оборудование начало распадаться это как цепная реакция принцип домино одно потянуло другое другое потянуло третье на сей момент по состоянию на сейчас магатэ молчит магатэ молчит ну так конечно молчит ты что такая паника начнется это если реактор вышел со строя и идет его разгерметизация и идет нарушение его функциональной деятельности а он же был в эксплуатационном состоянии понимаешь я полагаю что они могли нарушить какую-то технологию в связи с этим уничтожением этого генератора то есть что надо делать ну это как бы ничего сложного тут нет надо когда когда там произошла поломка так ну первая первопричина это конечно действия Украины с этой станцией должны рассказать что они сделали дальше произошел какой-то энергетический или какой-то удар по этому блоку по его генератор генератор вышел со строя дальше ну есть же блин специалисты которые могут рассказать уже по деталям что дальше пошло логично что надо было потом сделать что остановить данный реактор правильно перевести его как сделано было в запорожском станции остановка там горячая потом холодная разгрузка и так далее и так далее но это привело бы особенно жира и все остальное привело бы колоссальной подрыву народно-хозяйственного комплекса российской федерации остановки заводов отсутствию света на кавказе в дагестане кабардино-балкарии чечне кубани а там и так начались проблемы с электроэнергией как вы хорошо знаете да после того как остановили этот самый но он остановился но дальше я не слышу специалистов у нас же есть хорошие атомщики они должны просто рассказать что произошло дальше Олег Георгиевич я думаю что специалистов мы услышим еще по этой теме потому что вот во время нашего разговора как раз сегодня во время записи этого эфира появилась информация что якобы что-то произошло на Ростовской АЭС Олег Георгиевич не так много времени остается я все-таки хотел поговорить о внутренней кухне о тех решениях которые принимаются властью налоги повышают которые должны принести бюджету дополнительно 140 миллиардов гривен также парламентом был принят и законопроект который позволит подозреваемым в коррупции откупиться от наказания плюс вот это еще эпопея с летним зимним временем ну вы в теме вы это все читали а депутат Арьев говорит о том что в Верховной Раде температура плюс 21 на улице плюс 35 во всю работают кондиционеры все хорошо а у людей простых нет света по 8-12 часов а вот в Раде в Кабмине кондиционер хорошие условия все нормально никто не потеет никто не сидит в мыле никто не страдает да еще и такие решения принимаются налоги повысить и так далее и тому подобное как вам происходящее ну давай так про налоги 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 это бандитские реки это бандитская разбойничья рента которая взимается с послушного населения как сказал вот этот один из близких к Зеленскому что в Украине население это крепаки и тому они сдать им не потребно проводят и не выборы ни этих самых ни референдумов но один уже посоветовал как спасаться во время аномальной жары там колодец уже мы это слышали ну вот то есть они все это означает что это настроение генерирует Зеленский и Ермак может Лена Зеленская вот может это подразумевает наши там уроки счастья проводит ну у вас во всем Зеленский виноват скажите все аномальная температура 35 плюс тоже Зеленский конечно а кто конечно а кто а кто Зеленский у нас циклонами управляет ну чем-то ж управляет видишь только ему надо куда-то ехать обязательно что-то происходит надо было ему в Польшу ехать и туда на этот НАТО Вашингтон попала ракета в Киеве такое натворила в Ахмадет и во второй роддом то как Зеленский что-то хочет делать или куда-то выехать обязательно что-то происходит плохое неужели этого нельзя доследить понимаешь это же просто поэтому тут как бы нет проблем есть люди которые в себе несут черную метку можно про Ющенко вспомнить и про Скнылевскую трагедию во Львове Ющенко и так о себе напоминает в клипе Аля Элта Джон снимается это это крутое это вообще это просто это уже на голову не налазит это просто на голову не налазит ну что сделаешь что сделаешь ничего не сделаешь как говорится ладно то такое дело не будем об этих говорить о тех кто ушел или хорошие или ничего а теперь смотри что будет как бы происходит то есть поднятие налогов это все равно что есть такие специалисты которые обкрадывают кладбище и раздевают покойников которых разрывают могилы похороненных покойников то есть уже эти налоги которые есть в Украине они уже уничтожили все народно хозяйственную систему функционирования предпринимательства и уже в принципе это все похоронили теперь решили разрыть могилу и потому что где-то еще что-то шевелится да есть еще не до конца умершие трупы и увеличить для них тоже налоги и снять с них одежду понимаешь под видом военного сбора к чему это приведет то есть у людей очень и так негативное отношение уже ко всему и увеличение налога так называемого военного сбора оно уже соединится сейчас с законом про могилизацию то есть получается повысить ставку военного сбора с полутора до пяти процентов вести военный сбор для юрлиц один процент от дохода от любой деятельности 15 процента военного сбора от стоимости покупки автомобиля за границей 5 процентов от продажи недвижимого имущества физлицам которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости это то что предлагает кабинет министра в Украине да и многое другого да поэтому это соединится с тем что власть не смогла остановить войну хотя могла и знала про нее она не подписала апрельский договор который бы решал для Украины все вопросы так и с Крымом было бы переговоры и так называемое совместное правление крымским полуостровом власть привела к страшным гибели и геноциду в районе Крыма действия Содоля и всех остальных кто это делал конкретно есть погибшие люди и не обнаруженные тела и свидетельства командиров которые пожелал матери пойти свечку поставить за своего сына то есть есть просто по сути это фашистско-коммунистические это была операция за которую Зеленский должен отвечать он должен как военнокомандующий отвечать и вот теперь эти налоги плюс штрафы еще будут за то что человек не хочет идти мясом туда на новые крымки так чтобы стать теми кто там погиб это все приведет в конце концов по конституции плюс то что Зеленский создал клику и узурпатор по пятой статье конституции это ж не я придумал это он все я он опять заявил что будет до конца войны а конца ж нету войны поэтому я полагаю начнется то есть если в стране вот я как фахивец теоретик и прочее и практик могу сказать есть ли революционная комплексно-статистическая революционная ситуация да есть есть а если революционный кризис да есть высшая форма его он должен во что-то вылиться да кого нет лидеров нету банкистов поэтому да поэтому что должно произойти сейчас должны выдвинуться бланкисты которые стихийно начнут этот процесс власть его приближает революции так же как взрывы атомных реакторов всегда происходит и покушение неожиданно когда кто-то там например ест черную икру ложками и в это время бац началась революция ну что же черная икра так черная икра Олег Игоревич ограниченным временем вынуждены завершать спасибо вам за сегодняшний разговор Олег Соскин политический экономический эксперт аналитики как утверждают многие из вас отец украинской демократии был сегодня вместе с нами еще раз спасибо друзья напоминаю не подписаны на политику подпишитесь поставьте лайк этому видео и на ютюб ресурсы Олега Соскина также прошу вас подписаться до новых встреч берегите себя до свидания в книге asse вас с с дев precon надками я Продолжение следует...